Неужели Путин запроторил Кабаеву в монастырь? Алину Кабаеву заметили в крымском храме. Замаливание грехов своего суженного или поиск земного рая. Я помню, когда я приехала сюда пять лет тому назад, просто простым туристом смотреть эту прекрасную церковь. И узнала о ней очень много. В окружении батюшек и чиновников она разгуливала по территории. Средневековую обитель, храм святого великомученика Дмитрия Солунского, несколько лет реставрировали специалисты из Санкт-Петербурга. Каждый свой шаг реставраторы сверяли и согласовывали с Министерством культуры, отделом охраны памятников и с Негосударственным благотворительным фондом Алины Кабаевой, который полностью с начала и до конца профинансировал все работы по научной реставрации храма Дмитрия Солунского и благоустройству, прилегающей к нему исторической территории. Да, вам не послышалось. Пожертвования на храм собирала сама Кабаева. И мы решили, наш фонд благотворительный, восстановить этот храм. Спасибо, кто жертвовал наш фонд. Мы все большая команда. И, как говорится, мы вместе победим. Пожертвования с обычных россиян? В то время, когда она и ее избранник Владимир Путин, можно сказать, купаются в деньгах. А в своих домах используют золотые ершики для унитазов. Это итальянский туалетный ершик за 700 евро или 62 тысячи рублей. И держатель для туалетной бумаги за 1038 евро или 92 тысячи рублей. Любовница Путина появилась в непривычном для себя наряде. Если раньше Кабаева выбирала платье, сейчас это скромный костюм серого цвета с юбкой в пол. Но не скромный по цене послушница Алина нарядилась в храм Фэнди за почти 5000 долларов. Но Алиночка оказалась в святом месте не по своей воле. Это странный фетиш кремлевского диктатора. Его женщины в скором времени после отношений попадают в монастырь. Низкий вам поклон всем. Спасибо вам огромное. Если вспомнить Людмилу Путину, спустя 27 лет брака в 2010 году она также попала в Спасо-Элизаровский женский монастырь, находящийся в Псковской области. Людмилу Санну часто видели на территории монастыря. На него выделялись крупные суммы из федерального бюджета на восстановление. Ведь самое главное это восстановить не стены, а духовную жизнь. Такое же восстановление сейчас происходит и с храмами, которые курируют Кабаева. Для меня это вообще тоже первый опыт. Женщины Путина готовы на все. Даже отдать душу то ли Богу, то ли дьяволу. Сначала они начинают все реже выходить в свет, а потом и вовсе пропадают с радаров. Поговаривают, что уже в 2023 году Путин не присутствовал на дне рождения Алины. Подальше от людских глаз. Путин повторяет историю того же Петра Первого с Лопухиной, которая также была отправлена в монастырь. Традиционный для России образ поведения правителя. Все женщины-диктаторы, когда стоят в немилость или находится им замена, отправляются в ссылку. Эта скромная, на первый взгляд, церковь находится в самом центре Древней Феодосии, история которой насчитывает почти две с половиной тысячи лет. Путину шаманов недостаточно. На помощь приходит и московский патриархат. Желаю, чтобы как можно больше сюда приходило людей и молились за нашу страну, Россию. Спасибо всем. Братья и сестры. Пока Путин каждый день своими приказами убивает сотни украинцев, его женщины отдают себя Богу, пытаясь выпросить прощения за грехи кремлевского убийцы.